Всем привет, это Tendence на Pioner DJ TV. Меня зовут Диджи Миллер и у меня в гостях Александр Попов. Привет, Саша. Привет, Мыш. Традиционно первый вопрос у меня ко всем, но в твоем случае будет маленькое предисловие. Верно ли будет утверждение, что ты один из немногих диджеев-продюсеров, кто отвечает за транс-музыку в нашей стране и продюсирует и производит транс-музыку? В нашей стране действительно не так много транс-продюсеров, которые на протяжении долгого времени профессионально строили бы свою карьеру. Ну, скажем, 4-5 артистов, которые приходят на ум. Я уже на протяжении почти 10 лет этим занимаюсь. Я имею в виду, что многие старые транс-продюсеры перекинулись на EDM, да, когда это стало ультрамодным? Ты остаешься в лагере коренных диджеев. Да, основным жанром своим я по-прежнему считаю транс-музыку. Я не ограничу себя только этим жанром, но основное все-таки направление мое и позиционирование как артиста именно транс-джей. Тогда вопрос про тенденции именно в транс-музыке. Какие они сейчас? Замедляется транс или ускоряется? Каким он будет завтра, как тебе кажется? Транс, он происходит вообще на протяжении всей истории этого жанра, интересные метаморфозы. Он за время своего существования стал настолько разноплановым и разнообразным, что порой границы эти размываются, очень сложно их определить. И я лично всегда говорю о том, что слушатель он сам определяет. Но есть же законы жанра? Законы жанра есть, да. Это однозначно мелодичная, прогрессивная музыка с явно выраженными какими-то гармоническими ходами и эмоциональной окраской. А скорость BPM сейчас какова? Скорость BPM, наверное, от 126 до 140. Даже если говорить, если говорить, да, о прогрессе в транс-музыке. В последнее время, если говорить о тенденциях последних лет, после того, как достаточно сильное влияние Big Room музыка оказала на транс, и рекоплейбл Armada, с которым я работаю, выпускаю огромное количество релизов близких к Big Room, но с транс-основой, это, собственно, и тот материал, которым я тоже занимался в новом времени, сейчас уже достаточно отходит. Извини, ВДМ музыки основа-то, собственно говоря, мелодическая, трансовая. Но за последнее время, вот когда мне говорят, да, а что там, транс стал таким хаусом, я говорю, слушайте, ну, хаус стал таким же трансовым, коммерческий. Насколько транс стал хаусом, то есть происходит взаимопроникновение жанров, элементов музыкальных. Вопрос, как на это смотреть. Я считаю, что нужно искать артистам возможности, и в сочетании вот этом новом жанров и элементов рождаются хиты и новые интересные идеи. Поэтому, вот если говорить о тенденциях транса последнего времени, то сейчас вот как раз вот этих вот смешений, метаморфоз, он немножечко обратно возвращается к корням, и топовыми становятся по большей части релизы в звучании 10-15 летней даже давности. То есть это в основном уже более быстрый транс, 132-135, обратно возрождение, аплифтинг транса, который назывался прогрессив трансом лет 10 назад. Ну, конечно, определенные изменения есть, определенные тоже там мини-тренды, но в общем можно сказать, что транс вот на определенном сейчас этапе возвращается к корням. А кто вот сейчас, скажем так, законодатель моды мировой по транс-музике? Кто для тебя продюсер номер один? Ну, лично для меня Арвин Ван Бюрен, как человек, который, на мой взгляд, все равно и по сей день ассоциируется с этим направлением, как отец жанра, так сказать. Плюс еще и, ну, фактически мой босс и коллега, потому что он совладелец лейбла Armada Music, и мы очень благодарны за то, что он на протяжении уже долгого времени продолжает поддерживать мою музыку. На самом деле в трансе, как я думаю, в любом жанре есть определенные просто тусовки и поджанры какие-то направления. То есть если Армин Ван Бюрен это такой общий транс-папа, есть, ну, не как противоположность, а как альтернатива, скажем, проекты Buff and Beyond с лейблом Анжуна Битц. Английский тоже мастодонт и трансы, который звучит немного иначе, он как раз замедленный, там могут быть треки со скоростью 26. И их музыка, она наполнена больше таким прогрессивным оттенком, нежели гимновой составляющей в сравнении с Армином. Есть UK-тусовка отдельная, более жесткого звучания, там, Brian Kearney, там, ирландцы разные, которые делают 140, 140 даже, два удара в минуту, достаточно быстрый такой жесткий транс, который тоже находит большое количество поклонников. Но это уже такая, скажем, больше андеграунд-культура. А если мы говорим про израильский транс, то это уже вынесено совсем, да? Ну, это, да, ренессанс по Псай и Го Транс Музыке, он произошел буквально последние 2-3 года, и Вич, и еще нескольких проектов, они вернули, казалось бы, почти умирающему жанру, былую популярность, и интересно, конечно, наблюдать, насколько быстро все это происходит. Они всегда, да, то есть Псай Транс Музыка, она всегда, ну, на мой взгляд, была такой отдельной идущей культурой, и коммерческий прогрессив транс, он вызывался по своим каким-то правилам, а эта культура, она особняком всегда стояла, хотя сейчас, опять же, происходит за счет того, что этот жанр снова набирает обороты, некоторые продюсеры пытаются прогрессив транс и Псай Транс объединить, в свое время это фуллон, насколько я помню. Сейчас, сейчас это даже никак не называют, просто, если это крутой трек, пускай этого все играют. На самом деле, игра вот этих вот слов, понятий, названий жанров, это такая история, порой неблагодарная. Я иногда недавно читал интервью у Пола Ван Дайка, который с достаточной такой сильной обидой высказывался про EDM-пультуру, то, что рынок пошатнулся, пришли вот эта молодежь, которая играет якобы в транс звучание, а многие мастодонты транса, такие как, например, Сиеста, переметнулись в EDM-музыку, да, и получают там гигантские гонорары, абсолютно верно. А он сказал, что я один из немногих, кто вот стою четко на своем звучании, не собираюсь от него отходить, он там журил даже Арти о том, что Арти начал тоже заигрывать с EDM-культурой, что это такое, у него были такие сочатки, это такой супер-транспродюсер и так далее. Как это относится вот к этой культуре, которая быстро очень набрала обороты, и по большому счету, можно сказать, скинула с пьедестала там топовых транс-диджеев, которые всегда возглавляли топ-5? Ну, по сути, да, после золотых времен, скажем, 2005-2010 коммерческого транс-звучания пришел такой очень серьезный пласт EDM-артистов, и они вывели вообще всю сцену на новый уровень с точки зрения масштаба фестивалей, с точки зрения уровня гонораров, с точки зрения вообще, в принципе, уровня в целом всей этой индустрии, потому что до вот этого бума EDM-а все-таки танцевальная музыка, она оставалась так или иначе андеграундом, а за последние пятилетия... Да, это стало, по сути, непосредственно частью поп-культуры. Ну, я тоже считаю, что от этого можно выигрывать все, этому только можно радоваться. Здесь, да, вопрос просто, какой артист, какую для себя выбирает стратегию, какую продолжает писать музыку, и что делает, и как реагирует на все это. Ну, вот Армин, например, он все-таки делает шаги на спич, набирающие обороты музыки, он там пишет коллабы с хардволом и так далее. Армин делает огромное количество самых разных релизов. У него в конце года с Винни Вичи вышел коллаб с Айд Транс, а сейчас вышла Родина и песня в саунде с ПК и при этом еще параллельно куча ремиксов. Сейчас многие, кстати, делят свое творчество на некие треки для радио, скажем так, которые они запускают и, может быть, даже не используют их дальше в своих диджи-сетах просто для набирания популярности. А некоторые треки – это чисто релизы танцевальные, которые для любителей музыки, для фанатов и так далее. Да, лично я не вижу в этом ничего плохого, потому что если артисту искренне нравится тем, чем он занимается, это в музыке слышно, музыка – вещь честная и слушателя не обманешь. Если ты со всей страстью делаешь поп-трек и он получается крутой и интересный, почему нет? Ты открываешь новые горизонты, ты раскрываешь свой потенциал. Если же тебе хорошо и комфортно в рамках одного узкого жанра, и ты, ну, как, допустим, Пол Ван Дайкер, я тоже много интервью читал, и всегда практически одна и та же идея, он сетует, что EDM поработил все. Ну, вот в его случае такая история, значит, ему более комфортно в жанре транс оставаться, находиться, каждый идет своим путем. А как ты относишься к такому фенамену, как Дэд Маус? Там, не знаю, мне сложно, на самом деле, стилистически его отнести к какому-то жанру, тому или иному, ну, наверное, какой-то прогрессовое звучание все-таки, но вот он тоже всех жестко троллит, у него тоже все вокруг лохи, и только он создает правильный саунд. Он в какой тусовке находится, если мы говорим транс-звучание, или он вообще далек от всего этого? Ну, на мой взгляд, каждый на этой сцене играет свою игру, вот Дэд Маус играет такую игру против всех. И транс он тоже троллил, между прочим. Они, насколько я знаю, долго с Армином пытались сделать коллаб, даже это пытались публично сделать в соцсетях, так это, насколько я знаю, не дошло дело до конца. Он, на самом деле, артист, который, кстати, за счет именно транс-музыки-то в первые свои годы и поднимался. Его активно поддерживали все транс-диджеи. Его треки играли и выпускали, в том числе, и транс-лейблы, и Black Hole. Ну, по-моему, даже что-то нормальное. Мое мнение, что плевать в колодец не стоит. Хотя, когда ты артист уровня Дэд Маус, то, наверное, тебе все позволено. Он играет, как я говорю, свою игру. Он, безусловно, супер-уникальный, супер-талантливый артист. С этим вообще никак не поспоришь. Его можно любить, можно не любить, но он остается феноменом. Окей. Давай перейдем больше к тебе. Вот я всегда задаю вопрос диджеям и продюсерам, которые являются музыкантами. Что в тебе больше, диджея или продюсера? Ты, когда пишешь трек, думаешь о том, как он будет звучать в диджи-сете в твоем? Или для тебя первичная музыкальная составляющая? И плевать, удобно его сводить в этот трек или неудобно? Со временем, конечно, я стал важное и должное внимание уделять составляющим, чтобы трек работал в танцполе, чтобы трек удобно игрался и по структуре и по всем параметрам соответствовал диджеям сеткам. Но считаю лично я себя все-таки в первую очередь музыкантом, потому что я пришел в диджи-культуру все-таки именно музыкантом и продюсером. Я в детстве люблю с самого маленького детства музыку. Я сам попросился на пианино, в музыкальную школу, писал много музыки, не танцевали сначала. Потом был там этап подростковый, когда мы там и рэп пели, и чем только не занимались. То есть диджейская культура это уже было у меня чуть позже. А как музыкант с самого детства просто развивался. То есть все-таки ты больше музыкант, чем диджеем? Больше музыкант, да. Но теперь, когда у тебя много живых выступлений, то ты обращаешь внимание на то, как вообще композиция работает. Естественно, сейчас любой музыкант, продюсер, если он хочет быть артистом, он обязан быть достойным диджеем. И диджей, ремесло искусства, оно само по себе тоже очень отдельный мир, тонкий, с большим количеством своих, конечно, нюансов и тонкостей. И порой некоторые музыканты, они говорят, что вот, свести два трека, ну как это просто, особенно со современными технологиями, когда фактически все автоматно происходит. Да не в этом секрет, не в том, чтобы свести. Это раньше, когда нужно было на пластинках руками подгонять, еще как-то ценность непосредственно техники, она имела вес. Сегодня, на мой взгляд, уже другие параметры, насколько хорош или не очень хороший диджей. То, как он компилирует. То, как он компилирует, насколько интересен его материал, как он сводит эти треки, насколько много эксклюзива и, ну, самое главное, подачи, как он может сориентироваться с той публикой, которая перед ним. У тебя первичная была первая композиция или первая диджей выступления? Что тебе было? У меня параллельно, параллельно все развивалось. Я начал в своем родном городе Саратове с ребятами… на самом деле у нас сейчас много молодых ребят кто подает одежду поэтому есть таланты на земле по волжской вот я соблюсь так это вопрос начало пробовать диджей в своем городе и потом написал композицию свое первое я параллельно изучала продакшен все эти секреты тонкости и изучал диджейскую культуру начал даже пластинки собирать где-то 2005-2006 год мы делали разные вечеринки по клубам города и на самом деле могу сказать что в то время интерес к underground культуре он какой-то был такой живой свежий немножко мне сейчас может быть даже не хватает мы могли в четверг играя на виниле транс собрать 300 500 человек городе саратов это вот было начало знакомства вообще с этой культуры с этой музыкой и параллельно с изучением работы диджея я активно развивался еще как продюсер изучал все тонкости продюсирования и первый релиз 2007 году не состоялся на английском на английском а когда поступили первые запросы на выступления за пределами страны было на 2011 год достаточно большая 90-12 год да я долгое время выступал только по россии сначала просто ну как-то там как это часто делается менялись резидентами разных клубов там мы в казани они к нам саратов и так далее потом уже начались покрупнее разные мероприятия радио рекорд трансмиссии они запустили мы сами тоже делали много всяких разных масштабных вещей по волжье и за пределами международная история началась где-то с 2011-2012 года после того как я начал активно работать с лейбом армада мюзик это были клубные выступления или фестивальные в россии были в перемешку за границей за границей началось все с клубных выступлений первое выступление было в индонезии по моему все-таки 11 до было два шоу крупный клуб джакарте насколько я знаю уже закрыт но меня тогда поразил конечно первое международную гастроль то что все-таки другая культура другие люди другое восприятие музыки я понял что нужно учитывать когда ты ездишь другую страну определенный менталитет и это был хороший опыт ну а чем для тебя по ощущениям отличалась пусть это будет европа или африка неважно америка от российских сетов в россии на тот момент уже как раз пошел дм и чтобы выступление порадовало скажем всех в определенной степени шел на компромисс и если это клуб я делал вкрапление аккуратные дм музыки какие-то более коммерческих треков то есть это была такая вот солянка а в азии в индонезии я приехал на это выступление понял что передо мной прям чистая транс фэмили которая начала формироваться фан база где я не могу себя позволить какие-то там коммерческие треки меня просто не поймут хорошо что удалось самого начала эти точки на дыр оставить между диджеем и публикой и все прошло очень успешно но там на твои треки знаю там они улавливали да самый большой сюрприз для меня был что вот там за сколько почти десять тысяч километров я увидел большое количество людей иначе совершенно который выглядит мыслит разговаривает но которые воспринимают музыку любит ее и это было очень большим толчком для меня для того чтобы продолжать работать делать больше об этом все говорят вот сидел об этом кресле продюсеры то что улетает там за много тысяч километров люди знают их музыку они понимают что они делают это не зря что люди ждут их именно треки авторские да и они сама важно и самая приятная поймать тебя именно ради твоей музыки даже если трек был написан там пять лет назад они все равно его ждут потому что понимаешь это автор собственно говоря этого трека и все говорят что в россии совсем не так россии надо все время не могу еще танцпола надо все время идти на компромисс на какие-то уступки и здесь скажем так много случайных людей приходит на мероприятия в клубы на рейвы и они сами вообще не понимают куда они попали ну как-то играет музыка и они вроде как-то танцует но не понимают кто перед ними не понимает что это играет конкретно твой трек они там хардвелла например на этом или армия бюрина вообще все равно по большому счету они не улавливают вот эти вот вибрации отчасти можно с этим согласиться наверное здесь секрет в том что большинство российских диджеев которые начинают ездить за рубежом они все-таки прошли школу российского рынка он имеет свою специфику если ты едешь на зарубежные выступления скорее всего там промоутер конкретно подготовил под себя все максимально сделал возможное а здесь порой артисты выступают но рядовые выступления в каких-то клубах и уже не настолько активно локально промоутеры работают для привлечения это просто очередная гастроли соответственно больше случайных людей в таком как тебе кажется что нужно сделать для того чтобы в россии клубная культура перешла на несколько новый качественный уровень и в сознании музыки его сознание своих собственных артистов принятие их и воспитание наверное клубной аудитории правильные которые будут правильно реагировать которые будут следить за тем кто за пультом стоит так далее ну на мой взгляд в нашей стране к сожалению много чего еще еще не сформировалось есть заметные артисты есть уже достаточно крупные достойные артисты есть несколько лейблов условно практически нет людей которые могли для артиста что-то сделать да да мне повезло что мы начали сотрудничать с кириллом джемом его компании эффектив менеджмент это чуть ли не единственный по сути оплот менеджмента в нашей стране где есть люди которые понимают что нужно сделать артисту чтобы его вывести на международный уровень и такие компании они как раз формируют формируют в первую очередь артистов мирового уровня конечно я лично всегда уверен что артист делает себя в первую очередь сам то есть если нет большого артиста никакой менеджера ему не поможет конечно но и большой артист без менеджера очень тоже будет сложно и долго развиваться поэтому это всегда командная игра но вот развитие менеджмент компании крупных рекорд лейблов и крупных фестивалей на мой взгляд это вот три основные составляющие которые формируют локальную сцену а как же радио или другие масс-медиа радио и масс-медиа они подтягиваются если в германии есть робин шульц который сейчас очень популярен он там играет активно феликс я на так далее то есть на мой взгляд медиа ресурсы они подтягиваются на ту основу которая создается внутри а если основы нет куда им подтягивать то есть ты можешь сказать что менеджмент рекорд лейбл и фестиваль может стать основой на мой взгляд это три основные составляющие для того чтобы культура в нашей стране выходила на новый уровень менталитет радиостанции медиа естественно это тоже определенная наша специфика это тоже проблем но я думаю что здесь как вот артист-менеджер если одной составляющей нет стране какие-то в россии ты часто играешь на трансмиссии да это фестиваль или так вечеринка которая создана при непосредственно участие джей филы с радио рекорд с какой они периодичностью вообще идут и они насколько понимаю даже гастролирует по всей стране ну они даны и там не все участники этого фестиваля резиденты радио рекорд насколько я понимаю как это все вот сочетается отдельный бренд который фил радио рекорд на протяжении многих лет уже создавали фил радио на радио ведет это радио шоу не изменяет уже больше 15 лет грубо говоря он просто из тех артистов которым импонирует и чьи треки он играет в этом шоу просто приглашает потом ну во многом так да во многом так и он с самого начала моей тоже карьеры тоже активно поддерживал мою музыку за что им очень благодарен и самого начала существования фестиваля трансмиссии также начал мне активно привлекать это ну одна из лучших площадок вообще для того чтобы пообщаться российскому артисту с транс фанатами более масштабное интересное наверное было только одно событие на мой взгляд с точки зрения транс культуры это стоит of trust был привезен в екатеринбург до этого еще кстати в москве был вот это конечно по масштабу же на уровень выше но это такие единичные события трансмиссии это бренд который ну является таким рабочим проектом и по сей день собирает публику если мы говорим о тогда русских музыкантах кого бы ты выделил там пятерку из скажем так с постсоветского пространства да и украинских там может и белорусских продюсеров кто на ты на твой взгляд сейчас именно в транс музыке транс музыки для партии мой земляк товарищ конечно умирают на крутой артист продюсер но он сейчас уже практически не ассоциируется но согласен да из таких набирающих обороты имен денис кэнзи из хабаровска эндрю райл из молдавии это артист который себя делал я не знал что он из молдавии да он под кишиневом живет по-моему по сей день еще не перебрался никуда в лос-анджелес мы с ним начинали то есть он русскоязычный в любом месте да он тоже конца 2009-2010 года начался релиз и сделал очень яркий такой скачок вверх омни украина артист диджей классный парень недавно с ним выступали очень позитивный но собирается скорее всего тоже перебираться в америку почему-то так получается что многие артисты со временем пытаются поменять место это объяснимо пока ну вот в принципе 5 человек набирается но традиционно фил бобина известные до наших просторах имена володя фонарев человек которому я тоже уважение который в принципе вообще познакомил российскую публику с таким феноменом да и жанром а ты был кстати на его диджитал может сожалению на 50 лет нет это это вообще на вечеринка диджитал мошен который вот он недавно воскресил и проводят в известия холл последний раз на вечеринку диджитал мошен я был на казантипе понятно давно это было но но он как раз здесь же рассказывал что он там как раз они стараются давать более андеграундное звучание транс музыки не совсем раз направление как раз интересно тем что очень разноплановые звучание очень разноплановые разные понт-жанры есть каждый может для себя найти свое транс музыка от володи фонарева и диджей фил это ну очень разноплановые и стилистические и по настроению музыка но тем не менее она существует и так или иначе ассоциируется стагом транс так нашел выходит на канале пионер диджи тв нас смотрят очень много как наших коллег так и на ребят которые только хотят войти в эту профессию и прошел путь очень достаточно длинные тяжелые от первого созданного трека до признания в общероссийском мы уже практически мировом там то и талантов расскажи как сократить этот путь ребятам какие-то напутствия те кто хотят именно посвятить себя транс музыки я всегда говорю о том что вот время в котором мы живем сейчас она дает очень большие возможности технические возможности которые сейчас имеет любой желающий не настолько велики и поражают масштаб ну лично моего мышление что ноутбук за там буквально 200 долларов дает возможность по сути создать мировой хит если если ты используешь правильный софт если ты используешь правильные звуки мы самое главное если ты достойного уровня продюсер то есть основной вопрос это как прийти к вот этому уровню достойному продюсерами потому что аксиома что без своей музыки сейчас нечего делать мне кажется уже всем понятно в любом случае если есть амбиции какие-то артист без продюсирования собственной музыки это просто невозможно поэтому нужно активно расти работать как продюсер создавать свой материал создавать много своего материала разнопланового очень хорошо ориентироваться в той сцене в которую ты идешь четко представлять какие артисты актуальны и какое звучание актуально какие лейблы издают какую музыку и лучше на мой взгляд на первом этапе максимально конкретизировать свои цели то есть скажем мне нравится лейбл анжуна бит мне нравится их звучание я каждую неделю слушаю их радио шоу групп терапии я постоянно слежу за ними в соцсетях что что они играют что они играют в лайвах что они играют в радио шоу я детально изучаю их звучание и тренды куда они идут и стараюсь собственно в эти правила игры вписаться чтобы сделать то что близко мне и что будет близко им вот мне кажется в сочетании собственного вкуса и вкусно скажем своих кумиров как раз и рождаются интересные большие треки по крайней мере у меня лично так я очень фанател от звучания армина 2009 8 10 года тогда он только запустил проект гая мне лично очень близко общая идея сочетания классических гармонии ходов с транс музыкой а он это сделал на мой взгляд блестяще и меня это очень вдохновила музыка я просто начал делать что-то со своим оттенком но в похожем направлении и здесь происходит вот это вот химия магия музыки если это искренне от души и ну уже технически профессионально артист большое но вот в моем случае армин он это чувствует и вот у нас и начинает цеплять эту музыку он начинает играть таким образом соответственно он получает удовольствие от того что играет на треке а я получаю удовольствие то что он играет на треке но я при этом имею возможность расти как артист потому что естественно знавательство начинает расти когда твою музыку играет такой диджей но ты отправлял на лейбл или лично ему нет конечно не было то еще никаких личных контактов армина вообще с армадой получилось так что относительно случайный мой трек подписан на лейбле ava recordings английского продюсера энди мура попал в состав каталога армады вместе с переходом лейбла ava под крыло армады и параллельно у меня еще было несколько треков я им отправил по тем контактам новые которые у меня появились с к вау круто они сразу запросили несколько ремиксов и как-то могут ну достаточно быстро тесно начали сотрудничество то есть ничего невозможно абсолютно дерзайте абсолютно нужно много работать и четко ставить цели важно предметно убить в точку они просто я хочу стать диджеем если нету конкретно цели куда ты идешь ты никогда никуда не придешь отличным словам говоря про планы твои ближайшие и как вообще вы будете дальше развивать транс музыку стране расскажи немножко какие у вас предпринимается чай сейчас по 2017 году под лейблом армада music play бомб с которыми работаю на протяжении последних шести лет мы открываем мой собственный саб лейбл который будет называться into play это бренд который формирую последние два года это компиляция рамках армада music радио шоу и подкаст и вот с 2017 года это новый саб лейбл который будет заниматься как раз выпуском новой интересной транс музыки и мы нацелены на то чтобы открывать новые имена то чтобы давать людям возможность носить свою музыку будем применять некоторые новые интересные технологии в социальных сетях будем искать самое главное свежий интересный материал до этого поэтому я призываю всех отправлять мне через соц сети через как как в соц сетях александр александр попов попов music вконтакте на официальном сайте и указаны все имейлы вот по этим нет отдельного имейла для демо просто можно тебя найти и высоте да мы в ближайшее самое время выложим отдельный имейл конкретно под лейбл откроем раздел и там будете какие критерии для отбора основные чтобы тебе не забрать это должно быть близко к транс музыки то есть меня грудь не ограничиваем чисто транс музыка я думаю что и прогрессив прогрессив хаос со временем будет выпускаться на основу все таки это молодым мелодичный прогрессив транс по звучанию материала поэтому если вы что-то делаете в этом жанре я буду рад послушать дома и возможно поработать потому что ты как-то корректируешь это приходит демка идея тебе сама нравится трека но по звучанию это очень сильно не дотягиваю очень часто ребят поделись кости спрашивают да что здесь дотянуть что доделать по возможности я отвечаю и иногда это получается в готовый трек который идет под релиз то есть такие были примеры треков которые у меня были на компиляции они в итоге были доделаны подписаны и в моем случае я по сути буду основным андр на лейбле то есть вместе с продюсерами если там что-то не дотягивает по уровню мы будем доделывать а то есть можно водить конечно но совместными усилиями я могу просто подсказать свое видение как как не доделать прямо пришлите мне стэм и доделать хотя может быть и такие будут случаи там некоторые артисты такие как допустим а у тебя нет требования допустим многие рекорд лейблы просят присылать минус 6 децибел и мы сами там сделаем мастеринг про мастеринг да на протяжении долгого времени была такая история что лейблы мастерили сами сейчас отредку уже на мой взгляд по крайней мере ты считаешь не нужен лейбл и некое унифицированное звучание когда все треки материал слишком много и унификации сейчас она уже намного шире в рамках поэтому пока я не планирую делать отдельно мастеринг вот под лейбл я думаю что нужно стилистически подбирать материал который будет ассоциировать все-таки лейбл со звучанием и как его это все-таки мелодичный интересный яркий самое главное транс которого на мой вкус немного сейчас не хватает на фоне бегрума с одной стороны быстрого андеграунде транса будем возобновлять классическое попов звучание и классическое звучание красивого мелодичного транса за что все его любят большое спасибо саша было очень узнавательно интересно это было шоу тенденс на пионер диджи тв